Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Йоганн Георг Ван Каспель. Голландский художник портретов и фресок. Учился в Государственной Академии Изящных Искусств в Амстердаме, прежде чем перейти на работу в студию Маурица Вандер Валка и типографию Амант. В конечном итоге стал заниматься архитектурой и проектированием особняков в районе Гуи. Родился в 1870 году, 24 марта. Стал шестым ребенком в семье. Отец был амстердамский производитель сигар. В 1884 Ван Каспель получил свои первые уроки рисования в классе рисования с Маурицом Вандер Валком, а Август Алебе обучил его рисованию живописи и леп. Я зачитываю переводную википедию. В 1895 году покинул Академию, оказался в студии своего первого учителя Маурица Вандер Валька. Здесь он сосредоточился на живописи фигур и портретов. Живопись крупных фигур приблизила его к декоративной живописи. Таким образом, началась его карьера как художника по интерьеру и дизайнера. Директор типографии Шувер увидел его работы и сразу был впечатлен. Он предложил Ван Каспелю прийти и поработать его типографией. Его первый плакат для велосипедной фабрики «Диахинде» сразу же имел успех. Это оказалось очень эффективным способом рекламы. И вскоре работа стала самым ярким примером голландских плакатов. Ван Каспель приобрел международную национальную известность. В 1896 году, после того, как его работы были отправлены на международную выставку плакатов в Реймс, это Франция. Год спустя, в 1897, его работы стали еще более известными после показанной международной выставки рекламных материалов в Амстердаме. С 1897 года Ван Каспель был художественным руководителем полиграфического бизнеса. Сделал плакаты для различных компаний. Кроме того, он также разрабатывал рекламные объявления, рождественские открытки, календари, открытки и обложки каталогов. В 1903 году его работа для полиграфического бизнеса подошла к концу, и он уехал в Ларен. Был известным и уважаемым дизайнером плакатов. Был первым художником, который осознал, что плакат – это прежде всего способ рекламы. Ван Каспель был женат на Гертруде Марии Хенвельт, с которого у него не было детей. С 1923 по 1926 год оставался у Бруссели, а 4 июля 1928 года умер в Ларене. В 1990 году Амстердамский исторический музей организовал выставку о жизни и творчестве этого художника. Его плакаты были очень декоративные, с большим количеством деталей и украшений. Стиль, который он использовал для этих плакатов, очень разнообразен. Постеры с жесткими линиями, яркими цветами, людьми на переднем плане и большими площадями. Каспель делал иллюстрации для множества книг с картинками. В 1924 году он проиллюстрировал серию сказок. Его стиль был несколько непоследовательным и противоречив. Типографские плакаты чередовались с натуралистическим представлением образов мус, девственниц и богинь. Ну вот так вот из переводной векипедии о Йогане Георге Ван Каспель, голландском художнике портретов и фресок. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.